Ситуация с лесными пожарами в Коме стабилизировалась, по данным информационной системы лесные пожары. Огнем охвачено более 4000 гектаров, но опасный пик пройден, считают в региональном правительстве. Готовность региона к пожароопасному сезону и оценку действий при чрезвычайной ситуации дал заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Олег Лугунов в ходе рабочего визита в Коме. Самые свежие данные в материале Ольги Коняевой. Самая накаленная обстановка в Усцилинском районе. Там введен режим ЧС, тушат три крупных пожара. Каждой площадью больше 1000 гектаров. Два локализованы. Задействован вертолет с водосливным устройством. Свыше 85% пожаров возникли в результате именно природных катаклизм. И самое главное, что с одной стороны это хорошо, пожары возникают в удаленных, труднодоступных местах. И обнаружение их удается только благодаря ежедневному авиамониторингу. Почему я сказал с одной стороны? Потому что, как правило, возникает в труднодоступных местах. Там нет населенных пунктов, населенных территорий. Поэтому, слава богу, нет угрозы именно населенным пунктам и объектам экономики. Антициклон переместился на север Коми. Ливневых дождей не предвидится. А значит, жаркий сезон для огнеборцев продолжается. Группировка пожарных сегодня 398 человек. Треть из соседних регионов и специалисты Федерального резерва. Огнем охвачено больше 4000 гектаров леса. Семь пожаров локализовано, два продолжаются. Цифры меняются каждый час. В июле случилась вспышка. То есть, аномальная погода установилась на территории республики. Антициклон не пускал сюда осадки. Больше 30 градусов температура стояла. И все, конечно, прогрелось, просушилось. Это дало нам аномальную вспышку пожаров. С 12 по 15 июля возник 151 пожар. То есть, такого мы не фиксировали за историю наших наблюдений. В этом году на тушение лесных пожаров в регионе выделено почти 500 миллионов. Больше, чем в прошлом году. В два раза увеличили штат специалистов Коми лесопожарного центра. Еще до начала сезона дополнительно закупили технику. Регион готов был противостоять огню. Но стихия непредсказуема. Эксперты отмечают природно-климатические изменения в северных широтах России. Мы в последние годы фиксируем крупные лесные пожары там, где раньше их не было. Это и в Мурманской области, и на севере Рахангельской области, в Карелии. Сейчас в Республике Коми. В общем-то, в регионах, которые отличались всегда прохладным, влажным, мокрым летом, холодной снежной зимой, с большим накоплением влаги. И серьезной такой пожарной обстановки в прежние годы у нас не складывалось. Но глобальные изменения климата делают свое. И сейчас, сегодня у нас в Республике Коми обстановка самая тяжелая во всем Северо-Западе и одна из самых сложных в стране. В прошлом году в Коми всего горело около 6 тысяч гектаров. Этим летом пострадало уже в два раза больше лесных угодий. Ущерб экологии растет. Правительство региона уже прорабатывает возможность закрепить за Коми лесопожарным центром три вертолета для повышения оперативности и втушения огня. В планах регионального Минприроды создать два авиаотделения на удаленных территориях в Усинске и Инте. На их строительство в следующие два года из федерального бюджета направят 144 миллиона рублей.